Привет! Сегодня разбираем ошибку на пилоне номер 7. Упор дальней рукой, хватом кольцом наверх во время вращения. Давайте сразу вспомним, какие хваты можно использовать для круток на пилоне. Первый самый распространенный, базовый хват, когда ближняя рука прямая, дальняя держит пилон примерно на уровне подмышки. Этот хват самый удобный и его лучше использовать для круток начального уровня. Следующий возможный хват, узкий, когда дальняя рука держит пилон примерно на уровне локтя. Также можно сделать этот хват, поменяв руки, например, в грудке бочонок. И третий допустимый для новичков хват – широкий опорный, но тут дальняя рука уже ставится в положение кольцом вниз, в упор, руки широко. Ошибкой является ставить дальнюю руку слишком низко, не меняя хвата, то есть оставлять ее в положении кольцом наверх. Тогда сгиб запястья дальней руки получается неудобным, и это положение у новичков может привести к болевым ощущениям в запястье, к травмам. Отмечу, что для среднего и продвинутого уровней, конечно же, такое положение нижней руки допустимо, если оно не доставляет дискомфортных ощущений. Такой хват используется во многих элементах, поэтому эту ошибку я отношу именно к начальному уровню. Итак, первая причина, почему такое положение ошибочно – возможность получить травму. Вторая причина – это техническая ошибка, которая заключается в том, что вы отталкиваете корпус от пилона. В целом, это, конечно же, допустимо и применяется, хотя важно отметить, что все равно в идеале ставить руку не ниже ребер, чтобы запястье не заламывалось. Но на начальном уровне важнее, чтобы вы научились держать корпус на расстоянии за счет хорошего маха, а не только за счет отталкивания от пилона дальней рукой. Дело в том, что если дать новичку задание ставить руку низко и отталкиваться ей от пилона, то есть вероятность, что только этот упор рукой и будет отдалять корпус от пилона. Потому что часто новички сначала не понимают траекторию замаха и делают его с ошибкой, что не обеспечивает отдаление корпуса от пилона и хорошую скорость вращения. В таком случае нагрузка на нижнее запястье будет существенна, в отличие от крутки, когда применяется и хороший замах, и отталкивание нижней рукой. К слову, постановкой рук базовым хватом тоже можно слегка отталкивать пилон от себя, отдаляя корпус и помогая рукой. Но положение кисти будет удобным и риск получать неприятные ощущения в запястье существенно ниже. Напишите в комментариях, как вы обычно ставите свою дальнюю руку, примерно на уровне подмышки, как в базовом хвате, или ниже и отталкивайтесь ей. Также напишите, бывают ли у вас болевые ощущения в запястьях. Помимо верного положения в крутках, важно в целом укреплять запястье подготовительными упражнениями. Одно из них, стоя на четвереньках, поднимать пятку ладони или всю ладонь, опираясь на переднюю ее часть или пальцы. Выполняйте это упражнение по 8-10 раз после разминки. Если сложно, то переносите вес тела больше назад, а если легко, то вес тела можно перенести вперед, в том числе отвести колени больше назад. Я надеюсь, что видео уроки из плейлиста ошибок в полдэнс полезны для вас. Смотрите и другие видео, чтобы шаг за шагом улучшить свою технику работы на пилоне. Я желаю вам успехов и до новых встреч. Пока!